Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый видеоролик, который будет очень насыщенный. У нас сегодня рынок, прекрасная погода. А еще мы хотим сегодня съездить в русский район Махмудлар, который находится недалеко от нас и от Алании. И мы там хотим покушать хинкали. Грузинские хинкали, представляете? Недавно смотрели на ютубе видео про Грузию и прям слюни побежали. Поэтому мы вспомнили про это кафе. И сегодня поедем. А еще, возможно, встретимся там с друзьями. Проводим закат и приедем домой. Погнали с нами. С вас лайк, комментарии. Поехали. Мои уже спустились, а я досохраняю видео и выкладываю его на ютуб. Это очень интересный выпуск про то, как мы ездили на рандеву, какие там определенные бумаги. Короче, он очень насыщенный. Также мы ездили в Анталию, естественно, еще на набережную в Кангилты. Короче, выпуск посмотрите. Ссылочка будет в описании к этому видеоролику. Средний утром понял, что у нас закончилась вода. Заказал сразу аж две бутылки. Она здесь по 40 лир. А то вдруг какой-нибудь у них будет интересный график работы на новогодний праздник. Поэтому пусть будет 40 литров. Вот они. Спустились уже. Та-ра-та-тан, таран-тан-тан. Погода, как всегда, прекрасная. Вот видите, у нас с балкона виден рынок. Вот он большой достаточно. Море, Анталийские горы. Первый раз спускаюсь по лестнице. Здесь обычно лифте. Очень красивый подъезд. У нас прям здесь в подъезде огромная панорама и вид на море. Даже пальмы растут. Видите, какая красота. Ну и все. Выскакиваем на улицу. Вот с такой тележкой мы ходим на рынок. Еще вот с такой. Опа, раньше ходили только с этой. В этой квартире была вот такая. Это очень удобно. Здесь все ходят с такими на рынок. Многие сюда приезжают на машинах на рынок. Так как это единственный рынок во всем в Саларе. Мы ходим пешком, потому что вот наш комплекс. И вот прям здесь уже и рынок. Плюс тележка. И в принципе, получается, что максимально удобно. Меня как-то, кстати, спрашивали, а что в этих теплицах растет? Вот смотрите. Покажу вам, видите? Пустота. Песок там растет. Ничего не это. Я уже показывал, но покажу еще раз. Вот это вот до моря белое. Видите, крыша – это вещевой рынок. А вот здесь вот справа – это уже овощной. Единственный минус этого рынка – это то, что здесь нету нигде гранатового сока. Это, конечно, вообще непонятно. В этот раз нам сказали, что типа запрещено, что ли. Лучше нигде нам не пройти. Пойдем так, прямо по дороге. Видите, как запаркованы машины. Огромное количество. Смотрите, американский Dodge. Народу тьма. Но это и понятно. Смотрите. Так много людей. Вид сверху. Рынок Апсалара вид сверху. Будем набирать необходимое к новому году, к застолью. А еще отправимся потом в русский магазин, там селедочку. У всех такое будем покупать. Толбасу на оливье. Ну а здесь вид изнутри. Куча всего, куча всего. У нас, на самом деле, стандартный набор, который мы всегда покупаем. Поэтому мы сразу знаем даже, где брать. О, смотри, по 15. Помидорки, черрики, по 15. Это хорошо. Вот вообще маленькие, маленькие. Вот картошку надо сначала брать, ее на низ ложить. Брали морковку, детей сразу угостили. У них прикол, они вообще все суют детям. Мытое, не мытое, очищенное, не очищенное. Все детям. Буквально 10 минут и набрали мы полную тележку. Даже не влезает огромное количество банан, 3,5 килограмма. Мирошка на ходу все ест. Ну все, да? Так, Темка еле донес бананы. Все, конечно, поломались. Хотя то, что поломались, придется кушать срочно. Надо в кандидате так отсюда. Так, быстро покажем, что купили. В общем, помидоры здесь тоже килограмма 4, наверное. Клубничка, 1,4 килограмма капуста на борщ. Мандарины за килограмм, наверное, здесь 6, а может быть даже 7. Мы даже не знаем. Да, так, ну традиционно всегда мы берем, значит, тыкву. Ну ничего. Так, кабачки с запасом взяли. Баклажанчики. О, вот здесь, да, мы огурцов взяли много. Но так как они человеческие, похожие на нашинские. Так, морковку тоже взяли побольше. Картошки, естественно, много не бывает. Поэтому взяли килограмм, наверное, 10. Здесь, может, даже больше. Свеклу на салаты, на борщ. Селедку под шубой, да, никто не отменял. Ну и лук. Вот, в общем, вот это все вышло, ну, в переводе уже на наши деньги. 1300-1400. Вот такая вот поляна. Выехали мы до Махмутлара. Виды, как всегда, бомбические. Смотрите, сейчас подъеду поближе. Здесь сезон бананов начался. Вот машина грузовая. Полностью запито зелеными бананами. А вот как раз слева банановые плантации. Заехали мы уже в Аланию. Так, здесь вон такие, видите, слева фонтанчики, цветочки. Вообще, знаете, едешь и ни разу не скажешь, что конец декабря. Вон, пожалуйста, мандарины растут вдоль дороги. Пальмы, мандарины. Смотрится, конечно, великолепно. А вот мы сейчас под мост такой спускаемся. А вон сверху, если посмотрите на гору, как раз смотровая и надпись «Я люблю Аланию». В этом тоже были. Там крутая детская площадка, очень классный ресторан. Там очень классные завтраки. Поэтому, если вы здесь или планируете, то место рекомендую. А возможно, в ближайшее время мы сами туда сгоняем, позавтракаем, погуляем, вам покажем. Так вот остановились на светофоре. А здесь апельсины растут. Видите, как здорово. Думал, я достаточно знаю. Думал, сейчас заеду без навигатора. В итоге, вот, пожалуйста. Теперь еду по каким-то дворам, по каким-то вообще незнакомым улочкам и по навигатору. Вот так вот. Аланийская крепость. Мы, получается, как бы центр объехали. Дальше начинается какой-то район оба, по-моему. Ребята играют в волейбол. Погода прекрасная. 20 градусов, 5 вечера. Шикарно. Согласны? Еще мне нравится, что здесь много дорог. Не асфальтированный, а брусчатка. Здесь огромная-огромная набережная, переходящая из одного района в другой район. Покажу вам, как делаются переезды в Турцию. Видите, машинка. И люди вот так вот поднимают. То есть здесь, в Турции, мебель, тяжелую технику. Никто на лифте не поднимает. Это запрещено, вызывают вот так вот машину. И она плавно на платформе, специально и поднимает все это дело. Вот огромное количество детских площадок вдоль набережной, велодорожки, беговые дорожки, просто тротуарчики. Вот так можно припарковаться здесь. Супер-супер-супер-супер. Ну и, кстати, рестораны на первой линии тоже имеются. Отели, кстати, тоже есть. Вот, например, вот. Но чаще всего здесь, конкретно в этом районе, на Аланийском берегу, если так можно назвать, все отели расположены именно вот здесь, вот на второй линии. Вот, пожалуйста, начинается пляж. Песочек, ну такой вот, типа мелкая, очень-очень мелкая галька. Хотел, подъезжая, показать, как выглядит полицейский контроль. Вот видите, знак трафик-контроль. А в итоге, короче, там что-то кто-то стукнулся, прям на глазах у полиции. Вот они вышли и начали смотреть. Сейчас попробую показать. Вот видите, сужение такое небольшое. И, собственно, они проверяют, кто, что и как. Но русские номера они вообще не останавливают. Ну, по крайней мере, пока. Вот здесь вот очень чувствуется атмосфера русскоязычных людей. Каждая четвертая, наверное, машина едет с русским номером. Каждая пятая, шестая с украинским номером. Белорусских номеров еще ни разу здесь, кстати, не видел. Потому что им не дают. А, здесь не дают МВНЖ. Вот, Настенка мне подсказывает. Но вот российских номеров, украинских номеров очень много. Но вот перед нами, пожалуйста, Подмосковье. Сзади меня Ягуар едет на украинских номерах. Жесть вообще, конечно. Ну, что сказать. Поэтому и закрывают эти районы. Мы решили припарковаться возле, собственно, смотрите, Маймарин. Это жилой комплекс с собственным парком. Здесь мы жили в том году. Где-то вот тут вот, на комнате восьмом этаже, по-моему. И оказывается, здесь прям недалеко от него, буквально 400 метров ногами. Сейчас пойдем, открыли торговый центр, где есть магазинчики. Вот, собственно, все посмотрим, погуляем, потом на закат сходим. Мы когда здесь жили, любили ходить вот так вот по этой улице. И, собственно, здесь же, видите, вид на море. Вот так вот спустился опять минут. И ты уже на пляже. Красота, красота. Ну, прям, я не знаю, прям вот родные улочки. Вот здесь вот, кстати, вот, вот где грузовая машина разгружается. Здесь магазин с русскими продуктами. Называется Валет. Ну, короче, здесь на самом деле... Можно платить, если вот, или там у себя возьмем потом. Ну, можно сюда просто зайти посмотреть, что-то как, что изменилось. Времени не так много, скоро уже на ужин. Ну, да-да-да, скоро. Будем лопать. Я хочу. Что мы будем лопать? Если у них подача сохранилась, как там минерусы несут еще винегрет. И оливье, да. И еще какую-то макарейскую морковку только носили. Ну, надеемся, что у них все так же сохранилось. Хотя прошел целый год, почти ровно год. Между прочим, 28 декабря того года мы улетели отсюда, представляете? Так, атмосферка, атмосферка. Все такое знакомое. Вот здесь вот можешь спуститься к пляжу. Там есть школа турецкая. Так, вон надписи. Типа 2023. Все ждут-ждут. Новый год. Открыли здесь огромный Мигрос. Все новенькое, колонны, все украшенное. Много известных брендов магазин. Вот, пожалуйста, Бен-Джей, или как он там правильно называется, очень известный, наверное. Так, ну вот здесь можно ходить. Бутики. Вообще, людям, кстати, кто здесь купил дышку, прям повезло. Прикиньте, ты спустился, у тебя торговик прям сразу, вот прям снизу. Плавный вход, сейчас вам покажу. Вообще, кайфанете 100%. Посмотрите, какие скульптуры огромных коней. Называется это Ектомол. Вот, пожалуйста, здесь же елка. Это он подался с Новым годом. И вот она пошла туда. Пойдемте в ту сторону. Различные вот подарочки стоят. Фонтанчик. Ну, что, что, очень прикольно. АДЛ. Да, здоровский комплекс. Я не знаю, правда, есть ли у них какая-то прям такая инфраструктура, или им если инфраструктуру дали только торговик. Ну, сделали вообще максимально прикольно. Причем часть на улице, часть вот так вот под крышей. Видите, как здорово. Магазин Тигран, не знаю такого. Здесь магазин Мадам Хоко есть, да? Знаменитый. И вот, кстати, новогодний здесь много что есть. Так, вот, пожалуйста, под новогоднюю музыку гуляем. Вот магазин, например, детских игрушек, то есть шоп. Ну, это тоже известный бренд. Это второй этаж. Вот, кстати, я думал про инфраструктуру. Вот теперь я знаю, что им тоже ее дали. Это у них здесь за стеклом спортзал. Наверху у них открытый бассейн и аквапарк. Да, сыночек, что ты? Да, ты ищешь. Вот магазины здесь также продолжаются на втором этаже. Джимми Кейн. И что-то больше ничего и нету. Комплекс, конечно, ну классно, классно. Еще, кстати, здесь много чего не открылось. Вот видите, например, вот эти все вывески. Здесь должны быть магазины, но их пока нету. Да, единственное, что у них вид. С последних этажей классно на море. А вот кто здесь пониже живет, вид, конечно, не вау. Ну и елочка, елочка. Вот так вот все, видите, вид. Вид сверху, пожалуйста. Застройка в Макмутларе, конечно, очень-очень плотная. Я даже вот не знаю, вот так вот квартиру берешь себе, даже если снимаешь. И вот ты просто окнами смотришь. Вот здесь, знаешь, Сочи напоминает очень сильно. Комплексы, конечно, они такие, как там. Но, тем не менее, расстояние от дома до дома оставляет желать лучшего. Смотрите, как вот окна в окна просто вообще. Проходим ресторан. Частеньки сюда заглядывали. Здесь меню на русском. Так, так сказать, русский ресторан. Здесь живая музыка по-русски. Все по-русски, короче. Официанты даже все понимают. Здесь мы отмечали мои 30 лет. Вот. Так выглядит здесь каждую вечность. Собираются толпы людей. Вошли в Айкики. Купили нам всем семейный лук. Короче, покажем чуть позже. Идем уже в кафе. Все так светится, светится, светится красиво, красиво. Это как раз то кафе, в которое мы говорили, где даже русская анимация. Вот. Для взрослых. Русская анимация для взрослых. Закат пропустили. Пока ходили, пока выбирали. Очереди большие. Всем все нужно в Новый год. Идем. И теперь есть гражданские хинкали. Мы пришли в кофе, в этот, который мы хотели. Что-то есть? Есть? А они, короче, теперь все по русским ценам. А-а-а. Ну, борщ 50 смотри. А знаешь, это есть? Что мы хотели? Ты хотел... Походу нету славян. Хинкали. Ты хинкали. У тебя плов есть. Плов не буду. Салаты раньше подавали в салют. В меню хинкали нет. Ну, я спросил, говорю, хинкали есть? Он говорит, хинкали есть. Вот. Атмосферненько. Уютненько. Так. Ну что, ладно. Сейчас мы будем туда заказывать. Грустно, но мы ушли. Представляете? Потому что я подошел, спросил, есть ли они. В итоге, он говорит, за 3 штучки и 70 лир. Это очень много. Я себе минимум 6. Это 100%. Это 600 рублей почти. А мы хоть и все есть. Короче, дохрена. Потому что хинкали надо в Грузию ехать. Да. Раньше просто у них в этой кафешке ценники были настолько клевые. А вот сейчас уже не клевые. Ну, короче, мы расстроились сейчас. Заехали в другое кафе. Здесь хинкали нет, но есть манты. Есть пельмени по 45 лир. Морция. Дети захотели себе пельмени. И мы взяли манты. Но здесь манты тоже такая же цена. Там на хинкали, там хинкальки 3 штуки. А здесь 5. То есть гораздо больше. Здесь вот прямо напротив детской площадки. И они не заморожены. Она прямо только что вот так готовила. Свежаки, пельмешки и манты. Это будет вкусно. Сейчас посмотрим, что принесут. Я доволен, я доволен. На съемку уже закидывает одну мантушку. Вот так вот. Вот смотрите, какая красота. Здесь, значит, впадают вот с таким соусом. Не знаю, что за соус. Наверное, это сметана, перец. Вкусный, да? Ну, здесь, конечно, здесь мясо натуральное. Без всяких там добавок хлеба, либо прожилок. Прожилок из-под куриной ноги там. Да. Красотища. Правда, вот как манты есть, я, кстати, не знаю. Ну вот соусом ешь и так и все. А, ну на вилке. На вилке. Я понял. Ладно, сейчас попробую. Ну, это не горячее. Ну, ты меньше, как-то не на вкусе нам. Блин, это я не знаю. Это чудо, я хочу в Грузию. Срочно. А вот пельмени. Цены вам пельмени. С бульоном. А не с бульончиком, ничего страшного. Вот. Что пить? А? Пить. Пить? Ничего не будет? Пинчак. Так, а вот детям, Тём, рукавом прям в тарелку принесли пельмени. Правда, с бульоном. Тёма не понял этого прикола. Ну ладно, всё, нам приятного аппетита. Такие были голодные, что просто проглотили и не заметили. Вот сейчас сидим такие. Надо, чтобы до мозгов дошло, что мы поели. Ну так, 15. Манты, это, ну, приличная порция. Правильно? И пельмеши ещё. Ну, дети скидут, по-моему, шутку. Ну, детки, да, тоже немножко. Поели. Мы дома. Сейчас покажу, какой совместный лук мы купили. Так, смотрите. Что за чеснок? Настёнка меня заставила купить ещё джинсы. Ладно, бог с ними. Ну, мы будем вот в таком вот наряде. Хотим сделать фотосессию. Смотрите, правда, не знаю, кто будет нас фотографировать. Возможно, мы сами. В этом году мы сами фотографируем. В общем, вот такие кофты. В том году мы тоже в Турции покупали кофты и себе, и родителям. Вот, мы тоже делали. Настёнка там в Телеграм закинула фоточки, поэтому Настёнке в Телеграмчике обязательно смотрите. Вот такие кофты. Причём интересно, у них один дизайн, они висят на одном как бы подиуме, но у них цена зависит, короче, от размера. Чем меньше размер, тем дешевле. Вот, например, вот это 129 лир, вот это вот 99 лир. Мирошки. Мирошки тоже 99. В общем, карликом быть вообще клёво, но относительно моего роста. А я взяла, кстати, тоже для детей. Вместо 189 мне вышло 129. Вот так вот. Потому что это до мальчика. Настёнка будет в пацанской. В пацанской кофте. На, Бойс на 11-12 лет. Ну, я так обычно шорты себе всегда покупаю. Ну, 11-12 лет это Настёнка. Короче, будет 100% круто, фотки тоже будут где-то в социальных сетях у нас. Вот такие дела. Вот так вот мы съездили. Немножко недовольны тем, что хинкали стоят, как я не знаю, как, как что. Ну, короче, до хрена. Как я не знаю. А ты что хотела? Стейк, стейк, чего? Не, мне просто правда кажется, что в Африке даже дешевле стоят манты. Подожди, так манты так же вышли. Ой, господи, я про хинкали говорю. 70. Мантов больше просто было. А там хинкали? Ну, манты это не хинкали. Хотелось очень сильно хинкали. Там тогда были вкусные хинкали. Ну, короче, не, ну, а вообще на самом деле, учитывая, что мы в Грузии уже, да пусть что хотят пишут, жалел, не жалел, учитывая, что мы в Грузии ели очень классные хинкали в разных местах, и они действительно вот прям как должны быть настоящие. А в том хинкали они стоили 20 рублей штука. Да. Это 5 штук, то можно было съесть на 100 рублей, а здесь тебя хотят на 500 и не ешь ничего. Три штучки. Да. Ну, потому что надо в Грузию ехать, что-то грузинское. Да, короче, такие дела. Такой выпуск получился, небольшой, коротненький. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что все самые важные ссылочки есть в описании к этому видеоролику. У нас же есть клубника! У нас есть клубника. Точно, все, мы, короче, пошли мыть клубничку, мандаринчики, и будем обжираться фруктов, которые сегодня купили на рынке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok